Сегодня мы готовим коричневый хлеб из цельнозерновой муки. Значит, этот хлеб несколько необычный. Он содержит, он такого едва коричневатого, такого светло-коричневого оттенка и очень насыщенным вкусом обладает. Немножко таким карамельным. Но в отличие от других сортов хлеба с ярким вкусом, он не обладает, он не приедается, он не надоедает. Его можно готовить довольно часто и в целом он очень полезен. Итак, первый компонент это полторы чашки воды. Сейчас я просто решил приготовить все инструменты заранее, чтобы было проще работать, чтобы меньше отнимать времени экранного. Хотя обычно я это делаю менее торопливо. Итак, первые компоненты это всегда жидкости. Причем к жидкостям относятся и соль, и сахар, и все-все-все, что растворяется. После того, как мы добавили воду, мы должны добавить на вот пол-четверть чашечки сухого молока. Вот примерно так. Следующий компонент, а я по-прежнему поглядываю в свою шпаргалку, это соль. Обычная соль, значит соли требуется полторы чайных ложки. Раз, и два. То есть это если пользоваться морской солью, или если вы пользуетесь земляной, солью шахтной, то ее, конечно, нужно несколько меньше. Еще один компонент это коричневый сахар. И его идет в этот хлеб довольно много. Причем если уменьшить дозу, то теряются некоторые прелести сахара. Сахара надо добавить четверть чашки. Сахар это как раз такой компонент, где допускаются небольшие отклонения. Но это четверть чашки сахара. Все, прийти к чашечке нам больше не понадобится. Но мы еще не закончили с жидкими компонентами. Для вкуса, вот здесь есть такая особая штука. Это кленовый сироп. Вот он. Его нужно добавить две столовых ложки. Он придает как раз очень такой пронзительный вкус хлебу. В сочетании со всем остальным. Но если нет кленового сиропа, его можно заменить любым другим. Например, ореховым. Вот, например, кукурузным. Но любым, но только не ягодным сиропом, естественно. Не ягодным и не фруктовым. Вот. Вот две чашечки сиропа. Две столовых ложки, вернее, сиропа. Вот. Можно заменить черной патокой. Кстати, сироп будет то же самое. И последний жидкий компонент, это масло сливочное. Две столовых ложки. Я уберу, чтобы было видно, что я ножом отрезаю пачечку по мерке. Ну вот, масло должно быть слегка теплым. Не из холодильника, а слегка подтаявшим. Вот это всегда, если вы пользуетесь сливочным маслом. Вот, аккуратненько надо снять с него бумажку. Вот тут две столовых ложки сливочного масла. Так. На этом мы завершаем с жидкими компонентами и переходим к компонентам твердым. А это мука. Значит, основное. Здесь мука, то, что называется, того сорта, который называется whole wheat. То есть, это из цельных зерен мука. Кстати, очень любопытно. Ну, ученые держатся по поводу цельнозерновой муки двух диаметрально противоположных мнений. То есть, большинство ученых, правда, считает, что это очень полезный продукт. А в последнее время появились исследования, что это крайне вредный продукт. Но, тем не менее, человечество им пользуется уже много лет. И без особо. И, в общем-то, все умирают. Ну, в принципе, большинством ученых цельнозерновая мука считается полезной. Нужно две с половиной чашки. Чашка это 250 миллилитров. Вот. Когда у вас муки в банке остается немного, то есть такие устройства, вот, очень удобные. Это мерные солочки. Ну, сейчас я думал, что он понадобится, но он, как видите, не понадобился. Это две с половиной чашки. У нас лежит уже муки в кювете. И осталось, значит, добавить обычную пшеничную муку. То, что называется для любых целей. Полторы чашки. Я начинаю с меньшей порции. Полторы чашки. Вот это пол чашечки. И еще целую. Самое главное при приготовлении хлеба, при приготовлении смеси для хлеба, это точно соблюсти пропорции между мукой и жидкими веществами. В частности, вот, водой или тем, что мы используем вместо воды. Это могут быть самые разные жидкости. Потому что эти пропорции как раз и создают уровень, на который хлеб поднимается или не поднимается. Как раз эти пропорции, этими пропорциями можно немножечко корректировать свой рецепт. Вообще рецепты создаются очень просто. Дело в том, что их не так много. Они все придуманы уже давно. И мы просто берем один из базовых рецептов и модифицируем его. Итак, мы добавили все. И остается только главный компонент. Это сухие дрожжи. Для сухих дрожжей надо чайную ложку с четвертью. В этот хлеб идет относительно немного. Вот чайная ложка. И где здесь четверть? Вот четверть. И четверть чайной ложки. Значит, еще раз. Дрожжи рекомендуют добавлять в муке специальную ямку, чтобы дрожжи не смешивались с водой преждевременно. Но поскольку мы сразу начинаем замес, сразу начинаем готовить хлеб, а кухня у нас все-таки ленивая, то дрожжи я добавляю туда, куда они попадут. Все, готово. Теперь надо вставить это все в хлебопечку и включить. Вот это мы ставим. Режим выбирается специально для муки, для цельнозернового холл-вит. О, я пропустил этот режим. Вот он. Холл-вит это цельнозерновой хлеб. Все. Ну, этот хлеб готовится точно так же, как и любой другой. То есть, когда он готов, его нужно вынуть из формы, завернуть в чистую салфетку, примерно на час. Потому что остывание хлеба, это тоже часть общего процесса. Все. Хлеб очень вкусный. Это очень вкусный. Продолжение следует...